Привет! На первом месте нашего сегодняшнего новостного рейтинга электронные защитники человеческих жизней предупреждать в опасности на дорогах стали дополнительным свечением. Дополнительное освещение на слиянии второй и четвертой поселковых теперь обеспечивает знаки пешеходных переходов. В поле таких хитрых знаков вмонтированы солнечные батареи. Днем они собирают энергию светила и накапливают ее в аккумуляторе. А в темное время суток электричество передается на светодиоды, которые выдают свечение. Благодаря характерному подмигиванию такого знака водитель сможет заметить зебру издалека. Благодарить за такую инновацию нужно студентов и специалистов из Сибаги. Возможно, это ноу-хау поможет не только освещать переходы, но и сохранит не одну человеческую жизнь. Вот только по какому принципу было выбрано место установки, непонятно. Узенькая дорожка среди дворов, на которой особо и не разгонишься. Вот если бы установить такие знаки на оживленных центральных магистралях, надеемся, что это в ближайшем будущем. Пока новинки в светодиодных технологиях коснулись только жителей горско-нефтяников, может быть, поэтому митинг недовольных случился не в нефтяниках, а в самом центре города. У здания горсовета сегодня прошла необычная акция. Участники пилили стулья, показывая недовольство работой городских парламентариев. Акция получила название «Не единая Россия». Вместо того, чтобы создать это конкретное решение, какие-то проблемы, они сидят в кресло. То есть, здесь будут какие-то свои личные интересы. Вот в чем дело. И поэтому мы пытаемся добиться того, чтобы они все-таки занялись конкретными делами. Новость про «Не единую Россию» занимает второе место нашего рейтинга. А на третьем – новость про неподготовку властей к 300-летию Омска. До 300-го дня рождения Омска остается чуть более трех лет. Но пока ни один горожанин, чиновник или депутат точно не скажет, какие нас ждут мероприятия. Зато уже известно, что любой горожанин из собственного кармана может проспонсировать свою идею празднования юбилея Омска. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной грядущему 300-летию, рассказал директор Департамента культуры Владимир Шалак. Никаких конкретных сценариев праздника у культурщиков пока нет. Добывать идеи чиновники намерены по-советски, создавая советы. Как при департаменте уже создан общественный совет, куда вошли знаковые омичи, которым омичи обычные смогут озвучить свои предложения. Пока остается только гадать, к чему приведет мозговой штурм членов совета. Возможно, что в 2016 году приевшихся песен и плясок в Омской крепости мы и не увидим. И нас ждет нечто очень креативное, созданное благодаря советам. Новость про советский подход к празднованию на третьем месте, а сразу за ней нежелание омичи общаться с власть придержащими. Номера личных мобильных телефонов ведущих политиков Чехии появились в интернете. Так теперь любой горожанин может позвонить президенту страны, министру финансов, вице-премьеру, а также всем депутатам Нижней палаты парламента. Ну а если бы такая утечка произошла в России, то большинство наших читателей не стали бы тратить свои деньги на звонки. Я бы им не звонила. Мне звонить нет. Я не знаю, я бы Жиганновскому позвонил, Путину. Министру здравоохранения. Да, скорее всего. Задали бы вопрос, почему медицина такая дорогая вообще. И такая некачественная. И не совсем качественная, да. Ну, Путину бы позвонил, наверное. Все. Больше я так особо-то политиков сильно-то и не знаю. Бывает и так, что сила скрывается именно в незнании. А еще чаще, что спокойнее живет тот, кто не знает. Если не хотите, чтобы политика вас касалась, не касайтесь ее сами. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok